Приготовьтесь материть мне в комментариях, но смотрите, как я всё это сделал. Всем привет, друзья! Очередная серия наших космических приключений, и сегодня мы скрафтим что-нибудь интересное. И сразу же начинаем с обилия хороших новостей, алмазный бур, надо ботинки и даже ускоритель. Кстати, за алмазный бур спасибо вот этому парнише. И заодно покажу вам очень интересную вещь на Warp Home. Это бесконечный источник резины. Просто офигеть, как классно, я уже два стака здесь накопил почти. Вернёмся к ускорителям. Сейчас у меня их два, один уже стоит. И так получилось, что ни одного из них я сам не крафтил. Один мне подарил подписчик, ну а второй я купил сам. Да, тут есть нормальный магазин, и смотрите, есть дробитель, электропечь, компрессор, помпа и так далее. И, конечно же, наш ускоритель. Покупаем ещё, ещё и... В итоге две штучки, больше денег у нас нету. Что происходит? Я только вернулся домой. Ой, что? Что это за блоки? У меня даже нет места под них. Блоки для строительства, говорит этот парниша. И смотрите, сколько их у меня. Вау, у меня просто нет слов, парниша. Тебе огромное спасибо. Меня просто реально заваливают подарками. И смотрите, что мне дали на этот раз. Это офигеть, какая нужная вещь. Как раз крафтом этой вещи я и хотел сегодня заняться. И знаете что? Возможно, теперь у нас именно сегодня будет ракета. Вот крафт ракеты и большая часть ресурсов у нас уже есть. Я, конечно, не уверен, но мы сегодня обязательно попытаемся её скрафтить. Но для начала нам нужен верстак НАСА, а для него нужна сталь. Сжатая сталь. Мы уже знаем, как создавать сталь в этой доминой печке. И у меня есть уже целых две штучки. Но процесс капец какой медленный. За всё время у меня только два слитка закалённого железа. И ускорить это никак нельзя. Я беру ускорители и сюда они просто тупо не вставляются. Ребята, я вообще не знаю, зачем нужны эти два слота. Нам остаётся только одно ждать. И ещё одна небольшая проблемка для работы этой печки требуется капсулы с сжатым воздухом. Мы, конечно, можем всё это дело взять и ускорить. Но нам требуется больше капсул, а крафтятся они из олова. А кто это там за нами подглядывает? Ладно, сейчас не об этом. И знаете, на удивление, у меня всё ещё нет проблем с ресурсами. Мы берём немного олова, делаем из него пластин. И из этих пластин мы выдавливаем. Не то сделал, боже мой, мы должны выдавливать эти самые капсулы. Вот так-то всё хорошо, получается сразу три штуки. Воу, что-то у меня сейчас много получится. Так, одну секунду, вы сейчас это тоже видели? Чё это за энергопанели? Я такую штуку вижу вообще в первый раз. И мне показалось, она двигалась сама по себе. Продвинутая солнечная панель. Галактикрафт, боже мой. А я себе тоже такую хочу. Ну и чё, крафтится она вообще изи. Только потребуется куча закалённого железа или же стали. Ну а пока создаётся сталь, займёмся крафтом продвинутой пластины. И крафтится она так легко, что вы даже себе не представляете. Потребуется повторитель. Да, не так часто мы его крафтим. И вот сюда мы вставляем его. А вот сюда вот, по идее, красную пыль и процесс у нас нет энергии. А нет энергии, потому что нет угля в этом угольном генераторе. И по-моему, кто-то мне говорил, что галактикрафт работает от энергии из индустриал крафт. И почему бы нам это не проверить? Просто берём, прокладываем провода, делаем это всё крайне некрасиво. Но какая мне разница? Просто берём и всё это... Тут даже провода не соединяются. Чё за дела? Всё равно пробуем подвести. И знаете, провод подсоединился. Иии... Ну давай, 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 до конца достроим. И знаете что? Да, всё работает. И пластина, продвинутая пластина у меня есть. Вам, конечно, большое спасибо. Мне дали какой-то продвинутый ранец. И давайте его опробуем. И он... Зачем он нужен? Что это такое? Эй, почему я не летаю? Ах, это какой-то зарядный ранец. Не знаю, зачем он нужен. Но ладно, пусть полежит вот здесь. Вот где-нибудь. Места мало, боже мой. Так, тихо. Без лишних движений. Новость номер один. Разливочный механизм готов. Новость номер два. Стак алмазиков. И я не знаю от кого. Но в любом случае, тебе огромное спасибо. За это алмазы-то мне как раз и нужны. И я на самом деле, именно за ними хотел отправиться в шахту. Без лишних слов. Наполнитель и разливочный механизм готово. Так, давайте-ка на секундочку отвлечёмся. И смотрите, что у нас тут есть. Это же чья-то ракета. Неужели кто-то так быстро её построил? Надеюсь, у нас тоже совсем скоро она появится. Но не надо забывать про, во-первых, загрузчик топлива. Во-вторых, про очистительный завод и так далее. Потребуется ещё как минимум четыре механизма, в том числе и кислородный сборщик. Ребята, я очень сильно захотел её скрафтить. И давайте приступим, блин, уже наконец. Сталь уже есть. Мы её прессуем и получаем сжатую сталь. А больше нам ничего и не надо. Раз, два, три. Готово, ребята. Как же долго мы к этому шли. И наконец-то я могу это разместить. Вот только даже не знаю где. Сейчас меня немножко перебили. Это улучшенный... Это летать, типа, можно, да? В любом случае, братишка, тебе огромное спасибо. Но смотри, что у меня есть. Это же верстак. Господи, наконец-то! Я могу даже в него зайти. И, о боже мой. Боже мой. Сейчас мы начнём крафтить ракету. Потребуется восемь сверхпрочного покрытия. И это у меня уже есть. Мы просто берём и выкладываем. Надеюсь, предметы отсюда не выпадают. И... Выпадают! Да ладно! Тогда мне нужен отдельный сундук, где я буду хранить все свои, как бы, галактические предметы. Назвём их так. И ещё одну штуку. Для постройки ракеты мы можем создать прямо сейчас этот какой-то головной обтекатель. И крафтится вообще изи. Я не знаю, кто это сделал, но кто-то мне дал загрузчик топлива. И давайте хотя бы посмотрим, как он крафтится. И давай-давай-давай соз... Эээ... А-а-а-а как? Не показывается? Для его создания нам бы потребовалась просто куча сжатой стали, а у меня и так с ней огромнейшие проблемы. Ну и, конечно же, не забываем про взлётную площадку. Крафтится следующим образом. Да, жесть, больно много железа, но вроде как ресурсов хватает. Фулгеймер, тебе огромное спасибо за банки с топливом. Как ты говоришь, они нужны для заправки ракеты. Ну окей, спасибо ещё раз. Лётная площадка готова, но на самом деле я не совсем знаю, как правильно её ставить. И в принципе ничего сложного... О, да, всё получилось. Ставим загрузчик топлива, по идее, как-то... Да, вот так вот. И... Ну, что я могу сказать? Дела у нас идут очень даже хорошо. Очень тревожное сообщение. У меня крадут энергию. И... Это же... Это же неправда. Нет, у меня никто её не крадёт. Я даже не знаю, сколько времени прошло с момента последней срезки. По-моему, часа пол или даже больше. Но у меня уже есть результаты. И да, это та самая жидкость. И вот то самое, ради чего я сидел тут часа пол. Ребята, я всё сделал через такую задницу. Приготовьтесь материть мне в комментариях. Ну, смотрите, как я всё это сделал. Мы берём ведро воды. Пожалуйста, и скажите, как всё это надо было сделать по-нормальному. За один процесс кушается аж 8 лазуритовой пыли. И да, это капец как много. Но, ребятки, у нас есть та самая жидкость. И, боже мой. И уже когда-нибудь мы сделаем первый свой ускоритель. Например, сейчас. Как, в принципе, неудивительно, у меня ни черта не получается. Потому что нужна какая-то другая капсула. И для её крафта нужен разливочный механизм. И какого фига? Теперь у нас две проблемы. И одна хуже второй. Первая проблема, я не могу эту жидкость вытащить. А вторая проблема, она тупо куда-то испарилась. Куда она ушла? Божечки мои, что происходит? Ребята, помогите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что у меня уже кипит мозг прям очень сильно. Если в прошлых сериях он, конечно, болел. То сейчас просто кипит, ребята. Я очень сильно надеюсь на вашу помощь. И пока я всё это дело крафтил, говорил и так далее. У нас накопилось целых 8 или даже 9 слитков закалённого железа. Целых 4 сжатых стали. И, ребята, знаете что? Знаете, я сейчас смогу кое-что скрафтить. Ракетный стабилизатор и целых 2 штучки. Ничего себе, правда, потребуется ещё 2. Ну, не сейчас, ребята. Позже. А сейчас самое важное. Это двигатель, правда, первого уровня. Но он, в принципе, нам и нужен. И тадам, ребята. До постройки ракет остаётся прям совсем чу-чуточку. Но у нас закончилось сверхпрочное покрытие. И стали совсем нету. Сколько у нас? Ну, ну, сколько? Ну, да одна штучка. Да вы чё, угораете, что ли? Давно бы пора закончить серию. Но, ребята, я очень-очень сильно хочу эту ракету. И в следующей серии она у нас будет просто 100%. Я не знаю, как так плавно у меня получается двигать мышку. Потому что мышку я сейчас вообще не трогаю. Не хочу затягивать прощание. Просто пообещаю вам, что уже в следующей серии, ребят, у нас будет ракета. Просто 100%. И мне только остаётся. Пожелайте вам удачи. И до новых встреч на моём канале, ребят. Всем пока.